Комната для самых маленьких читателей в центральной городской библиотеке покорила посетителей. Помимо книг, здесь есть интерактивная песочница, в которой можно менять рельеф местности и придумывать свои сценарии. Также имеется высокотехнологичный экран. Да что уж говорить, даже пол здесь умный. Сотрудники библиотеки вместе с депутатом Совета депутатов Инны Монастырской провели экскурсию для членов инициативной группы и подвели итоги ремонтных работ. Всегда вызывает эмоции детская зона. В Химках нет такого. Ну в Москве тоже это редко. Мало мест, где можно это встретить. В основном это какие-то игровые, платные. У нас это абсолютно бесплатно. Каждый ребенок может прийти, поиграть, позаниматься. Мы всегда будем только рады этому. Сотрудники библиотеки уверены, что в новом пространстве, будь то взрослый или ребенок, будет интересно всем. Список книг постоянно обновляется. Посмотреть на другие миры можно с помощью VR-очков. А в фотостудии и в комнате звукозаписи можно снять и смонтировать клип. После экскурсии узнали мнение жителей о новом книгохранилище. Впечатления расскажите, какие? Может быть, какие-то пожелания есть? Я понял, что эта библиотека одна из злочек, не тоже московская, но мне кажется и странная. В России. Я так понял. Да, это... Есть с чем сравнить? Да нет, я вижу глазами. То, что она современная, конечно. Я не думаю, что... Мне кажется, и в Москве такого нет. С начала года библиотека начала вести активную работу. Составляется расписание мероприятий. Персонал книгохранилища прислушивается к пожеланиям жителей. Организуются киносеансы, студии рисования, лектории и много других ивентов. Очень радостно было слышать восторженные впечатления наших жителей. И мне, как человеку, рожденному и живущему в Химках, приятно, что мы смогли вдохнуть новую жизнь в эту историческую библиотеку. И теперь она станет новым центром протяжения наших жителей. Сама идея о модернизации книгохранилищ ранее обсуждалась в рамках движения общественной поддержки. А после была поддержана главой городского округа Дмитрием Волошиным. В итоге проект победил на национальном конкурсе «Культура». В качестве пожеланий жители попросили активнее использовать новое пространство для детей и подростков. Также больше информировать родителей о грядущих мероприятиях. Редактор субтитров А.Семкин